Сегодня у нас в гостях руководитель Центра медицинской профилактики и общественного здоровья Видновской клинической больницы Зарема Тен и мы поговорим о таком заболевании как бруцеллез. Зарема, здравствуйте. Спасибо большое, что снова пришли к нам в студию. Расскажите нашим телезрителям о таком заболевании как бруцеллез, чем она опасна и пути передачи. Бруцеллез это инфекционное заболевание, которое передается при контакте либо при употреблении продуктов питания именно животного происхождения. Это коровы, козы, овцы, в более редких случаях это собаки. Вызывает это заболевание бактерия под названием рода бруцелла. Заразиться можно при непосредственном контакте с животным, при разделке его мяса, можно заразиться при употреблении зараженного мяса в пищу. Если мы говорим именно об кожном пути передачи, контактный, то это скорее когда бруцелла находится на поверхности мест, где разделывалось животное, то есть это скотобойня возможно, она может перемешаться с пылью и сохраняться во внешней среде до 60 дней. Это достаточно долгий период и если допустим вы оказались на ферме, где есть скотобойня, коснулись незащищенным участком кожи, где есть какая-то травматизация, то да, безусловно, вы можете заразиться. Но это достаточно редкий путь заражения, чаще подвержены те люди, которые непосредственно разделывают тушу, либо разделывают мясо. Это на ферме сотрудники, это сотрудники рынков, потому что такое мясо может попасть на рынок. Если мы говорим о пищевом пути передачи, то это также может быть и молоко и продукты, которые производят из молока. Если вы употребляете в деревне, например, сырое молоко, то да, вы в группе риска. Еще бы хотелось заметить, что в настоящий момент очень многие люди выбирают для себя, так сказать, экологичные виды продуктов, покупки на фермерских рынках, да, не в проверенных каких-то сетях, где, кстати, всегда присутствуют сертификаты соответствия на всю продукцию, а иначе как бы там, ну, их не берут на продажу их продукцию, вот. А на фермерских рынках может случиться так, что зараженное мясо все-таки попало в продажу. Особенностью этого заболевания является то, что бруцелла достаточно долгое время живет без, без своего хозяина, то есть без живой коровы. Она может сохраняться в мясе, даже в замороженном, то есть вот люди приходят, покупают свежее мясо, приносят его домой, разделывают. Первый момент, когда они имеют риск заражения, далее они его формируют на кусочки и, соответственно, кладут в холодильник в полной уверенности, что после заморозки там никто не выжил. Однако бруцелла может выжить в течение двух месяцев. И в течение этого времени, получается, они достают мясо, используют его в приготовлении. И если, допустим, не соблюдена термическая обработка, то есть мясо недостаточно прожарилось, и там остались какие-то присутствия крови, да, то вот уже второй этап, на котором пациент может заразиться. Какие симптомы? Поначалу это заболевание протекает как вирусная инфекция. То есть тропными тканями к этому заболеванию, ну то есть тканями наиболее чувствительными, является суставная ткань, лимфоидная ткань и нервная ткань. То есть, да, у человека ломота в теле, у него повышается температура тела, возможно увеличение региональных лимфоузлов, но при каком ОРВИ такого нет. В принципе, у всех всегда возникают аналогичные симптомы. Единственная отличительная черта этого заболевания, это очень сильные боли в суставах. И клиника протекает так, что суставы прям, они визуально меняются, они припухают, они прям очень сильно болят при движении. Местно наблюдается покраснение, увеличение их в объеме и местная температура. Но чаще всего такие пациенты попадают к инфекционисту, если заболевание подтверждается, то, соответственно, проводится терапия и наступает выздоровление. В принципе, в течение двух, максимум 10, от 10 до 20 дней, в принципе, у человека есть время для того, чтобы своевременно начать терапию. Есть очень высокий риск перехода данного заболевания в хроническую форму. А это, к сожалению, приводит к очень серьезным структурным изменениям суставов и даже к инвалидизации пациентов. Причем неважно, это ребенок или это взрослый, в любом случае это заболевание вызывает такое повреждение суставов. Зарима, есть ли какая-то профилактика от этого заболевания? Основной профилактикой является предотвратить вот эти вот пути. То есть проверять ферму, на которую вы едете, с экскурсией, с детьми, допустим, на наличие сертификата в соответствии. То же самое касается мяса. То есть либо вы берете его у производителя, которого точно знаете, либо вы берете его в магазине, где точно все проверено. Либо если вы решили уж попробовать там какое-то новое место, да, новый поставщик, кто-то там из знакомых порекомендовал, то при первой покупке запросите сертификат соответствия. Все мясо, все продукты, которые так или иначе поступают в розницу, да, там на продаже в фермерских рынках, они обязательно должны проходить ветеринарный контроль, иметь печати, иметь документы. Ну, если это мы говорим о молочных продуктах, то это кипячение, безусловно. Если это молоко из-под коровы, мы его прокипятили, хотим сделать домашний сыр, пусть это будет сыр из кипяченого молока. При правильной термической обработке бруцелла погибает практически мгновенно. Если вот о ее выживаемости говорить, то в сыре из молока, которое не прокипятили, она может прожить 120 дней. В молоке она может прожить до полутора месяцев, то есть 30-40 дней. Во внешней среде, если мы говорим о ферме, где там скотобойня находится, или просто ходят коровы, может во внешней среде жить до 60 дней, и от солнечных лучей она не погибает. И про замороженное мясо то же самое. 60 дней она спокойно там живет, мясо вытащили из него, приготовили еду, стейк с кровью, и вот вам, пожалуйста, бруцеллез. То есть заражение практически 100%. Спасибо большое за информацию, Зарема. Я напоминаю, что у нас в гостях была руководитель Центра медицинской профилактики общественного здоровья Видновской клинической больницы Зарема Тен.